Всё-таки я попрошу дать микрофон у коллеги с Украины. Спасибо, скандала не будет, как и не было. Ну, слава Богу, уже хорошо. Владимир Владимирович, я хотел спросить, а сколько Вы тратите денег на оккупированный Донбасс? Там же нищета под Вашим руководством, а люди превратились в рабов России, если называть вещи своими именами. Вот Вы боитесь ядерной войны и одновременно не только к войне, к НАТО, с НАТО готовитесь, а по сути стреляете в граждан Украины. Это же Вы, как верховный главнокомандующий, отдали приказ стрелять по морякам. И вот у меня вопрос, каковы условия обмена? И вот, если можно, по выборам Вы говорите, рейтинги анализируете. Секундочку, условия обмена? А условия обмена украинских полензаключённых и украинских военнослужащих. Вам же нужны граждане России или нет? И, если можно, по выборам. Вот Вы анализируете постоянно рейтинги, и скажется впечатление, что Вы как бы... Я не анализирую, смотрю на них, Вы же их печатаете. ...что вмешиваетесь тем самым в избирательный процесс, как когда-то делали в Соединённых Штатах. Не кажется ли Вам, что может так получиться, что прямого диалога между президентом Украины и Россией не будет до того момента, пока Вы не поменяете место работы? Спасибо. Понятно. Значит, по поводу страданий людей, которые живут на Донбассе. Вот Вы же гражданин Украины, и Вы считаете этих людей гражданами своей страны, живущих на этой территории. Скажите, пожалуйста, кто установил блокаду между Донбассом и остальной частью Украины? Разве Россия это сделала? Это сделали украинские власти, ввели сплошную экономическую блокаду, территории, которую они считают своей. И они стреляют по этим гражданам, которых считают своими гражданами. Там каждый день почти люди гибнут, мирные причём, мирные. Вот мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, которые проживают на этой территории. Но и только для того, чтобы их окончательно там не раздавили, не съели и не порвали. И будем это делать дальше. Потому что попытка решить вопросы политического характера с помощью силы, а мы видим это на протяжении нескольких лет со стороны сегодняшней киевской власти, это происходит до сих пор, они обречены на провал. Вот это надо понять. Теперь по поводу того, как урегулировать отношения и кто останется у власти, а кто не останется, дело не в персоналиях, дело в отношении к людям. Мы хотим, чтобы на всей территории Украины, в том числе и на Донбассе, был мир и процветание. Мы заинтересованы в этом, потому что Украина остаётся одним из наших крупнейших торгово-экономических партнёров. Торговый оборот между Украиной и Россией, несмотря на все усилия сегодняшних киевских властей, растёт, в том числе вырос за уходящий год. В текущем году он тоже вырос. Это не странно? Нет, не странно, потому что это естественные связи. И эти естественные связи когда-нибудь всё-таки дадут о себе знать. Но пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие, в чём, собственно говоря, интерес своего собственного народа, вот такая ненормальная ситуация будет продолжаться, вне зависимости от того, кто находится у власти в Кремле. А, обмена мы занимались, всё время занимались. Вот господин Медведчук по поручению Порошенко, кстати говоря, он это делал, постоянно этим занимается. И недавно совсем тоже приезжал в Москву и ставил вопрос об освобождении украинских военных, задержанных в Керченском проливе, ну, точнее, в Чёрном море, да, и Медведчук ставил этот вопрос. Но, я уже сказал, эти вопросы можно будет решать после завершения уголовного дела.